Когда будущее кажется неопределенным, и мир нуждается в герое, появляется он, Супермен. Но что делает его таким особенным? Почему его истории продолжают вдохновлять поколения? Сегодня мы раскроем секреты Супермена, перелистывая страницы его легендарных приключений. Приятного вам просмотра, мы начинаем. После разрушения планеты Криптон, криптонский младенец Калелл был отправлен своими родителями на Землю, где его усыновили фермеры Джонатан и Марта Кент, которые воспитывают его как Кларка. Уже много лет спустя Кларк работает в Дели Пленнет, стажером, и известен широкой публике как летающий человек, когда использует свои суперспособности. Чуть позже он присутствует на запуске орбитального ракетного телескопа, изготовленного LexCorp, в надежде найти другую жизнь во вселенной. Но репортер Луис Лейн разоблачает генерального директора LexCorp, Лекса Лютера, о быстинном плане ракеты, которая уничтожит Метрополис, и о грубой халатности, превышедшей к его аресту. Тем временем Кларк дружит с уборщиком Стар, Лапс, Руди Джонсоном, который сообщает ему о внеземных экспериментах, проводимых внутри лаборатории. Внезапно ракета направляется к Метрополису, и Кларк останавливает ракету в образе летающего человека. В это время без ведома Кларка за ним наблюдает таинственная фигура в плаще. Чуть позже в лаборатории Стар обнаруживают НЛО, привлекающее внимание Кларка, который сталкивается с инопланетным охотником за головами по имени Лоба, и узнает, что он последний в своем роде, за которого назначена награда. Во время боя, который ведет Стар, Лапс, Руди пропадает под перекрестный огонь повреждений, наносимых неизвестными веществами, в то время как Лоба узнает о слабости Кларка криптониту. Как раз в тот момент, когда Лоба избивает Кларка, вмешивается фигура, показывая себя публике марсианином. Пока он отвлекает Лоба, Кларк использует земное солнце, чтобы исцелиться и в конечном итоге победить самого Лоба. В ту же ночь марсианин представляется Кентом как Джон Джонс и раскрывает ему криптонскую историю Кларка. Затем он предупреждает Кларка, чтобы тот оставался скрытым от человечества, поскольку они могут проявлять ксенофобию, несмотря на разногласия Кларка. В другом же месте госпитализированный Руди просыпается и обнаруживает, что обладает способностью высасывать жизнь, превращая жертв в шелуху. Чуть позже Марта дарит Кларку новый костюм с буквой С. Спереди и плащ, в то время как СМИ официально называют его Суперменом. После Руди атакует Старлапс в попытке получить ответы от Лоба, но освобождает его в процессе после истощения энергии его клетки, которая превращает Руди в паразиподобное существо, которое начинает бесчинствовать по Метрополису. В это время Супермен и Джон работают вместе, чтобы остановить Руди. Однако во время битвы Руди истощает их силы, одновременно извлекая из них информацию. Эта битва приводит к смерти Джона после того, как его сжигает Руди. Бессильный Супермен просит помощи у заключенного Лютера, чтобы тот помог ему восстановить свои способности, отправив его на солнце. Благодаря кадрам видеонаблюдения Старлапс, Супермен понимает, что Руди стал паразитом благодаря гранате Лоба. Она состояла из фиолетовой пены, жидкости, и была предназначена для поглощения энергии. Но вместо этого связалась с ДНК Руди, чтобы создать паразита. Лютер приходит к выводу, что паразит приобрел по слабости Супермена, поглотив его энергию, и показывает, что он завербовал Лоба после выкупа Старлапс. Наконец, Лекс, Лютер, Кларк и Лоба разрабатывают план, как заманить паразита на электростанцию Метрополиса, и использовать криптонитовое кольцо Лоба, чтобы ослабить его. Их план проваливается, что побуждает Лоба взорвать паразита-смертника. После Лютер оснащает кольцо увеличительной импульсной винтовкой и стреляет в паразита, в конечном итоге уничтожая его. Затем Лютер обманывает Супермена, но его останавливает Джон, который исценировал свою смерть, используя свои экстрасенсорные способности. Поскольку план провалился, Супермен пытается успокоить паразита, используя свою человечность, и в свою очередь, Супермен официально представляет себя миру, как Кал-Эл. Внезапно электростанция начинает перезагружаться, и паразит жертвует собой, чтобы остановить это. Впоследствии Супермен и Джон встречаются на крыше Дейли Планет, где они также видят Лоба живым, благодаря его способностям к регенерации. Джон сокрушается, что каждый из них последний представитель своего вида, но Лоба показывает, что возможно где-то есть еще марсиане и криптонцы, и Джон отправляется на их поиски. И вот мы подошли к концу нашего путешествия по миру Супермена. Мы увидели, как он борется со злом, защищает слабых и вдохновляет каждого из нас стать немного лучше. Супермен это не просто персонаж, это символ того, что в каждом из нас есть сила делать добро. Спасибо каждому за просмотр этого видео, спасибо за лайк, подписку на мой канал, и пожалуйста, оставьте комментарий к этому видео. До новых встреч в мире кино, пока! Субтитры подогнал «Симон»